В возрасте 18 лет Дебра вышла замуж за Дугласа. У нее не было сильных чувств к парню, они встречались полгода, а потом он сделал ей предложение, и Дебра согласилась. Поначалу девушка не замечала, что они с мужем разные. Дуглас предпочитал проводить свободное время в компании друзей. Такие мероприятия не обходились без алкоголя, и ему было скучно дома. Дебра же, напротив, была воспитанной и образованной девушкой и не засыпала без книги. После окончания колледжа она устроилась работать в библиотеку, где получала довольно низкую зарплату. Дуглас в то время работал на фабрике и зарабатывал достаточно. Но через несколько лет фабрику закрыли, и Дуглас остался без работы. К тому времени в семье родилась дочь Мэнди, поэтому денег стало катастрофически не хватать. Дуглас все больше времени проводил в гараже со своими друзьями. Дебра просила мужа найти работу хотя бы на неполный рабочий день. Например, она предлагала ему устроиться таксистом, но Дуглас не считал эту работу подходящей для себя. Дебра только устало вздыхала и плакала по ночам от постоянной нехватки денег. Вскоре женщина поняла, что помощи от мужа она не получит, поэтому сама устроилась на неполный рабочий день в клининговую компанию. Шли годы, но ситуация не сильно менялась. Дугласу иногда удавалось найти работу, но он нигде не задерживался надолго, и поэтому деньги поступали в семейный бюджет также нерегулярно. Дебра по-прежнему продолжала просить мужа найти нормальную работу, жаловалась, что устала работать на трех работах, взывала к его совести. Но Дуглас привык к тому, что Дебра сама неплохо зарабатывает, и всегда бесцеремонно отвечал ей, что не заставляет ее работать и поэтому не хочет слышать подобных разговоров. В конце концов Дебра поняла, что изменить своего мужа она не в силах. Женщина наконец-то смирилась с тем, что она была практически единственным кормильцем в семье. Но несмотря на это, она даже не думала о разводе со своим ленивым мужем. Дебра всегда зависела от мнения других людей и очень боялась того, что они скажут о ней. Поэтому она жила с потухшим и покорным взглядом, и только подушка была свидетелем ее слез по ночам. Когда Дебрю исполнилось 40 лет, ее дочь Мэнди вышла замуж. Очень скоро женщина с горечью поняла, что ее дочь повторяет ее судьбу. Муж Мэнди тоже был любителем вечеринок, он мог быть груб с молодой женой и тоже не утруждал себя работой. Дебрю было еще труднее, потому что теперь она помогала и семье дочери. Она помогала им платить за квартиру, иногда покупала продукты, давала деньги на образование дочери. У несчастной женщины не было времени позаботиться о себе. Мысль о том, где бы еще поработать, постоянно была в ее голове. Она отдавала всю себя на благо семьи, ничего не оставляя себе. Почти все подруги Дебры к этому возрасту выглядели намного моложе, чем она. Они ухаживали за собой, ходили в салоны красоты, бассейн, фитнес-клуб, следили за своим питанием. Но всему свое время, и вот однажды Дебра резко проснулась, и ее жизнь кардинально изменилась. Как обычно вечером, она отправилась в супермаркет, чтобы купить продукты. Набрав корзину, полную продуктов согласно списку, Дебра стояла в очереди. Вдруг две девочки лет 16 попытались пройти без очереди. Дебра, которая ждала уже 20 минут, возмутилась и пристыдила девочек. Но подростки только громко рассмеялись и сказали, что таким пенсионерам, как Дебра, все равно нечего делать на пенсии, поэтому она может позволить себе ждать целый день. Дебру очень задели эти слова. Вернувшись домой, она подошла к зеркалу и стала критически рассматривать себя. К 45 годам она приобрела целый букет болезней. Темные круги под глазами, серый цвет лица. От ее былой красоты не осталось и следа. В ее голове возник целый поток вопросов. Когда в последний раз она уделяла время себе? Когда у нее было время нанести крем на лицо и руки? Когда ее волосы стали такими тусклыми? И почему она только сейчас заметила седину среди прядей? Дебра продолжала разглядывать себя. Морщины тоже прибавляли ей возраста. Женщина всегда покупала дешевую косметику, и у нее всегда не было времени на макияж, она работала с утра до вечера, как белка в клетке. Дебра предпочитала серую, коричневую и черную одежду. В ее шкафу не было красивых платьев. С обувью было то же самое, женщина в основном покупала простые туфли без каблука. Дебра посмотрела на свои руки, сколько веса она на них перенесла, сколько посуды перемыла. И ее грубые, рабочие руки никогда не знали маникюра, женщина подумала. Неужели эти девушки правы, и меня можно принять за пенсионерку? Как это могло случиться? Когда-то я была самой красивой девочкой в классе, и мальчишки дрались за то, кто донесет мой рюкзак. Что со мной случилось? Слезы текли из ее глаз, но вместе с ними внутри нее словно поднималась небывалая сила. Внезапно она решила, что больше не позволит причинять себе боль. Больше она не будет единственным кормильцем в семье, не будет работать за троих и без отдыха тащить на себе две семьи. В ее голове созрел план. Она решила изменить свою жизнь, я заслуживаю лучшего отношения. С меня хватит. На следующий день женщина проснулась с чувством радости. Она решила жить для себя, и первым делом позвонила своей дочери. Мэнди, я тебя очень люблю и все понимаю. Ты неудачно вышла замуж, и тебе нужны деньги на образование, на квартиру. Но ты должна понять и меня. Я не могу работать одна за всех. Так что, моя дорогая, я предлагаю тебе найти работу после учебы или даже перевестись на заочное обучение. И еще я скажу тебе то, что поняла только сейчас. Если ваш муж не удовлетворяет вас в чем-то, не ценит и не заботится о вас, то лучше развестись. Не берите с меня пример и не повторяйте мои ошибки. Вы должны ценить свою жизнь и не жертвовать собой ради человека, который вас не заслуживает. До свидания, подумай о том, что я тебе сказала. Дебра положила трубку и, улыбаясь сама себе, вышла из дома. У нее были большие планы на сегодня. Первым делом она отправилась в салон красоты. Сначала она смущенно остановилась на пороге, в голове промелькнула мысль уйти. Но вспомнив, как вчера ее назвали пенсионеркой, Дебра решительно открыла дверь и вошла внутрь. Через пять часов омоложенная Дебра вышла из салона с беззаботной улыбкой, озарившей ее лицо. В умелых руках мастера Дебра превратилась в совершенно другую женщину. Она не узнавала себя. У нее была стильная стрижка и окрашенные волосы, теперь у нее был красивый маникюр на руках. Косметолог салона посоветовала Дебрё, как ухаживать за кожей, и сделала несколько процедур. А визажист сделал дневной макияж. Теперь в планах женщины был поход по магазинам. Преобразив свое лицо, Дебра уже чувствовала себя увереннее. Она купила красивое нижнее белье, несколько пар модной обуви и три платья. Одежду, в которой она пришла в магазин, женщина просто выбросила. Когда Дебра вернулась домой, ее муж смотрел телевизор с пивом и чипсами. Когда он посмотрел на Дебру, то спросил в шоке, «Зачем ты покрасила волосы и где ты взяла это платье? И сколько все это стоило? А что тебе не нравится?» Лукаво спросила Дебра. «Я просто не понимаю, зачем все эти преобразования, зачем тратить деньги на безделушки?» Сухо сказал ее муж. Внезапно раздался звонок в дверь. Это пришла Мэнди. Она была очень обеспокоена после утреннего разговора с матерью и пришла узнать, все ли с ней в порядке. Когда Мэнди вошла в дом, она была удивлена. «Мама, я тебя не узнаю. Какой красивой ты стала. Ты даже выглядишь на несколько лет моложе. Сколько денег ты на это потратила? Пойдем на кухню», сказала Дебра. «Мама, ты светишься от счастья. Я просто вдруг поняла, что я женщина. Я никогда не баловала себя, никогда ничего не покупала. Ты ходишь в парикмахерскую, делаешь маникюр каждый месяц. А сегодня я впервые в жизни пошла в салон красоты. Я никогда не чувствовала себя такой счастливой. Может быть, только когда я родила тебя. Тот день я помню, как сейчас. Я стала матерью. Сегодняшний день я тоже запомню навсегда. Не только потому, что я изменила прическу и купила вещи. С сегодняшнего дня я собираюсь жить так, как я хочу жить. Я собираюсь записаться в бассейн и на фитнес, найти интересное хобби в свободное время, прочитать все книги, на которые у меня всегда не хватало времени, и многое другое, что я всегда откладывала. А сейчас, извините, мне нужно кое-что сказать вашему отцу, а потом я пойду спать. Завтра у меня важное собеседование на работу, которое принесет мне моральное удовлетворение, а не только деньги. Дебра проводила ошарашенную дочь и подошла к мужу. Выключи, пожалуйста, телевизор, нам нужно поговорить. Дело вот в чем, я подаю на развод. Ты не будешь работать, а я больше не собираюсь тебя содержать. Я собираюсь сначала пожить для себя. Я ждала 20 лет, пока ты начнешь серьезное отношение, с меня хватит. Дуглас сидел молча. Внезапно он понял, что Дебра, которая обеспечивала его и создавала комфортные условия жизни, уходит от него. И как он будет без нее? Она все несла на своих плечах. Пока муж сидел в растерянности, Дебра пошла в ванную. Она переоделась в пижаму и улыбнулась своему отражению в зеркале. Она не сомневалась, что черная полоса в ее жизни осталась в прошлом, и теперь у нее будет интересная работа и хобби, а, возможно, и новая любовь. От этих мыслей ее сердце забилось, а глаза заблестели от счастья.